Здравствуйте, меня зовут Анна Трабкова, я директор музея Москвы, который работает в онлайне так же, как он когда-то работал в оффлайне. И мы планировали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне открыть ряд выставок, которые бы вы посетили физически, но в силу того, что мы не сможем это сделать как минимум до начала июня, мы сегодня устроили такое онлайн-открытие, пригласив наших партнеров и кураторов, которые в музее работали над двумя проектами. Первый проект, который мы сегодня хотели бы обсудить, это письмо «75 слов о войне», посвященное фронтовой переписке и личному взгляду на войну как катаклизм, катастрофу, личному переживанию, опыт тех людей, которые, собственно, с 1941 по 1945 год находились на фронте или же в эвакуации, или же находились в своих домах в Москве, в москвичей. И этот проект, он планировался достаточно давно, он претерпел несколько изменений, и я хотела бы для начала спросить куратора проекта, Ирину Анатольевну Крапачеву, которая работала над ним с самого начала, о том, в чем была изначальная идея проекта, что вы хотели показать в этом проекте? Ну, во-первых, идея проекта была как бы очень простой и очень сложной, потому что для каждого из нас война – это не совсем просто слово. Я вот, например, помню, я родилась в 64-м году, но вот первый день Победы, как праздник, я помню где-то вот в 69-м году, вот так. И что меня тогда потрясло, я никак не понимала, почему это праздник. Он меня раздражал, потому что вроде все как всегда, я жила в центре города, родилась я в Дегтярном переулке, и 9-го мая выкатывались столы, я еще застала это время, потому что в 70-м году стали Тверскую улицу расселять, и нас выселили уже на север Москвы. Появлялись люди, красиво одетые, в красивых прическах, позвякивали орденами, фронтовики еще молодые. Они не любили слово «ветеран», они называли себя фронтовиками. И, конечно же, вот это сборище, и вдруг появлялись женщины с какими-то странными, очень красивыми шкатулками, и из этих шкатулок они доставали вот эти заветные треугольнички, которые хранили всю жизнь. Нам не разрешали их трогать даже руками, прикасаться к ним было нельзя. И они сидели, читали эти письма вслух друг другу и плакали. И вот эти слезы, когда плачет бабушка, когда плачет мама, когда плачет соседка тетя Люба, мужчины плачут, я никак не могла понять, праздник это или нет. Поэтому идея составить эту историю из этих писем, которые... Получается, что вот этот артефакт – это единственный желанный на фронте и желанный в городе, вот за эти 1418 дней, вот такой вот желанный предмет, который хотели получить все. Потому что на фронте это была весточка о том, что все живы дома, и все в порядке, и зачитывали ребятам в минуты перерывов между боями эти тексты, которые им присылали. Дома то же самое. Собиралась бабушка, рассказывала, что собирался весь подъезд. Собирался весь подъезд, когда кто-то получал хорошую весть, когда кто-то получал письмо. Когда кто-то получал похоронки, которые в Москве появились в конце июня 41-го года, уже, конечно, тоже же все собирались, чтобы как-то поддержать семью. Поэтому получается, что это письма, которые, вот единственный артефакт, который действительно вот особенно широко никогда мы в выставках не использовали. Мы всегда, документы, фотографии, хлебные карточки всегда присутствовали, фрагменты бомб, которые стали лететь в июле 41-го на Москву. Вот из этого микса мы создавали этот образ военной Москвы и пытались рассказать людям о войне, о людях, которые никогда не знали, так же, как и мы, войну. Но вот так, чтобы взять только письмо и попробовать эмоционально рассказать, чем жили люди, на что они надеялись, во что они верили и чего они хотели после войны. Потому что они очень много пишут об этом в этих письмах. Вот такого проекта я не припоминаю, хотя уже десятки выставок прошло через мои, например, руки и через руки ребят, которые этим занимаются. Поэтому, конечно же, это было очень сложно, потому что вы сами читали вот только третью часть, да, писем, которые хранятся в фондах музея. И вытащить их и рассказать эту историю. А самое главное, нам бы очень хотелось, чтобы это был не просто проект, где положить письмо или повесить, положить рядом фотографию или повесить, а так, чтобы как когда-то в 41-42 году вот это все заговорило, потому что это действительно все читалось, перечитывалось, почему так мало сохранилось писем, очень обидно мало сохранилось писем в домах, потому что, ну, действительно, люди таскали их с собой, перевозили с места на место, прятали, хранили, передавали по наследству. И передают по наследству, слава богу, потому что я уверена, что когда мы откроем нормально этот проект офлайн, что, конечно, люди принесут еще письма. И мы будем рассказывать еще истории. Это каждое письмо — это судьба. Это судьба человека, который вернулся или не вернулся с войны. И вы знаете, я когда открывала конверты, и вы увидите молодые лица, совершенно потрясающие. Вот первый фонд, который я открыла, это была Люба Костюк. Это девчонка 20-летняя, которая пошла в ополчение, сама, сама пошла. Ополченцев очень много в наших письмах. История ополченцев очень много. И я удивилась на ее фотографию глядя. Вы вот откройте и посмотрите. Во-первых, потрясающая красота. Ей так идет имя Люба. Великолепные вот эти яблочки, щечки такие, когда говорят о женщине, как кровь с молоком. Вот она кровь с молоком. Я начала читать ее письмо, она пошла учиться на сам дружинницу. И она пишет маме, конечно, она врет. Она просто откровенно врет своей маме. Мам, у меня все в порядке. Ты не волнуйся. Мы живем в общежитии. У меня есть подушка, у меня теплое одеяло. У нас трехразовое горячее питание. Все будет в порядке. Ну, какое-то, никакое, этого уже не могло быть. Ее уже везли на фронт в самое пекло. Месяц всего подучили ее санитарному делу. И дальше она вытаскивала сбои подбитых мужиков с полной амуницией, почти под 80-90 килограмм. И вот эти несколько писем ее меня потрясли. Вот она пытается рассказать. И рассказывает честно, что она видит красивый лес. Она видит Селигер, что это замечательно, что здесь так тихо. Мама, не волнуйся, все в порядке. Мы учимся. И я почему-то прервалась, не помню. Я думала, ну, Господи, хоть бы выжила, хоть бы осталась живой. А когда вернулась уже к этому фонду, поняла, что ее нет. Потому что следующее письмо уже было от коллег. И они сообщили, что она в бою вытаскивала раненого и была убита. И это очень печально. Вот ты каждую эту историю переживаешь как свою. Как свою. Потому что у меня дед тоже погиб в 42-м. И сохранилось только одно его последнее письмо, которое пришло. Если у нас останется время, может быть, я его прочитаю. И вы тогда поймете, почему мы взялись за этот проект. Ну вот, собственно, Ирина Анатольевна, то, с чего мы начинали. На самом деле, вот эта история Любы Костюка, она действительно какая-то очень трогательная. Она у нас на сайте сейчас фигурирует под номером 13. Это глава 13. И я признаю, что я сама, конечно, плакала, когда читала эту историю. Смотрела на это совершенно молодое лицо. И главное, читала, собственно, похоронки ее сослуживцев, которые рассказывали, насколько это была действительно светлая, отзывчивая душа. И вы знаете, Ирина Анатольевна, вы сказали очень правильно, собственно, правильные слова, потому что вы сказали, что ваша задача была в том, чтобы письма заговорили. И когда, я помню, вот мы начали только с вами обсуждать осенью прошлого года эту выставку, собственно говоря, вот это вот как бы живое соучастие в тексте, оно стало перед нами как одной из главных задач. Короче, поэтому достаточно быстро, путем таким дедуктивным, как бы логических каких-то сплетений, мы пришли к Григорию Заславскому, всем музеям, и сказали, что вот было бы здорово вместе с студентами ГИТИСа, которые как раз во многом ровесники тех ребят, которые писали эти письма, что было бы здорово попробовать эти письма озвучить. И поэтому Григорий, с которым мы достаточно давно знакомы, но никогда еще ничего не делали вместе, большая для меня честь, что это такая первая проба пера, вот он достаточно быстро, открыто сказал, что да, мы делаем это, и даже вот сейчас в этой ситуации внезапного перехода из оффлайна в онлайн, вы по-прежнему с нами, почему вам близка эта тема, почему вы считаете, что она как бы востребована сегодня, что заставило вас как ректора учебного заведения пойти нам навстречу? Ну, я хочу сказать, что, наверное, надо добавить, что сначала я к вам пришел с предложением, что мы хотим что-то сделать вместе, и мой интерес к музею, мой интерес к современному искусству, мой личный интерес, он достаточно давний, и, собственно, на этой почве вы когда-то, как я понимаю, познакомились, и я очень рад, что когда вы этот проект начали придумывать, вы подумали о том, что это можно сделать с ГИТИСом, и я рад, что вы этот проект не стали откладывать на потом. Ну, тут, с одной стороны, действительно, есть дата 9 мая, мы и так много чего вынужденно отложили на потом, и парад, и большой праздник, и вот эту возможность выйти на улицы все вместе, оказаться и почувствовать друг друга рядом, мы это тоже откладываем на послекарантинное время, но есть какие-то вещи, которые откладывать не нужно, и я просто очень рад, что в какой-то момент вы поняли, что вот эту выставку, которая состоит из писем, она должна зазвучать, показать эти письма в онлайне намного проще, чем и дать им возможность прозвучать голосами молодых актеров проще и возможнее, чем, скажем, дать, потрогать их руками, потому что так получилось, что у меня дома есть письма двух воин, есть письма с Первой мировой, моей бабушке писал ее однокурсник по университету в Монт-Пелье, во Франции так получилось, что они оказались в разных госпиталях, работали, и вот они переписывались. Эти письма прекрасно сохранились, они на шикарной совершенно бумаге, им ничто не помешало, время их не испортило. Письма Великой Отечественной войны, а так получилось, что у меня в семье воевала моя родная тетя, я 67-го года рождения, но вот так получилось, что моя родная тетя, она пошла добровольцем на фронт, мой дедушка воевал с папиной стороны, и мой дядя двоюродный тоже пошел добровольцем после 9-го класса. И вот эти письма практически тоже мне никогда не давали в руки, потому что они вот такие вот очень хрупкие, очень трепетные, и зато как бы из уст в уста передавали и что-то рассказывали мне родные, какие-то истории, связанные с войной. И само это предложение ваше мне показалось интересным еще и потому, что для молодых актеров сегодня же очень часто дают какой-то опыт, да, с одной стороны, первый курс, наблюдение за животными, наблюдение за людьми, и какие-то вербательные проекты. И чаще всего актеры выходят на улицы и подсматривают, наблюдают за сегодняшними людьми. Понять интонацию людей совершенно другого времени, это еще и возможность для них, для кого это уже не дедушки. Да, я помню, когда я ехал в машине, и по какому-то радио зазвучала песня про дедушка, про дедушка, ты все прошел войну, я прямо заплакал. Остановился, я не мог остановиться, потому что, в смысле, я остановился как водитель, но не мог остановиться вот в своих эмоциях, потому что я вдруг подумал, что сменилось поколение, и что это уже совершенно другая история. Да, когда я, я помню, 30-летие Победы в Сокольниках или в парке Горького, мы с моим товарищем пошли, фотографировали ветеранов, брали у них адреса, и потом им посылали, выяснялось, что мы перепутали все адреса, мы посылали не те фотографии, и совсем не тем людям, но они все нам посылали в ответ письма невероятно какие-то теплые, с благодарностью, каким-то человеческим таким вот ответом, и мы понимали, что, может быть, мы послали не те фотографии, но хорошее настроение мы все равно в эти дома принесли. И потом вот этих участников войны становилось все меньше, 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 и вот в прошлом году умер мой дядя, ему было уже больше 90 лет, и я понимал, что, собственно говоря, он прожил такую долгую жизнь, наверное, потому что он был, он был артиллеристом, то есть они не были на передовой, хотя в его жизни были столкновения лицом к лицу с неприятелями, и это были довольно-таки анекдотичные и счастливые истории, вот поэтому, хотя угрожавшие, конечно, потери жизни. И понятно, что ветеранов почти не осталось, и сегодня для актера почувствовать эту интонацию, это сложнейшая не только актерская, но и человеческая задача. Я подумал, что это может быть интересно, тем более, что мы обратились к студентам двух мастерских, двух наших самых таких вот патриархов, один это родившийся в 35-м году, в 34-м году в Минске, чудом выживший, спасшийся от наступления фашистов наш мастер Леонид Эфимович Хейфиц, который руководит мастерской режиссерского факультета второй, это родившийся в 30-м году наш выдающийся тоже педагог, мастер, народный арсист СССР Владимир Алексеевич Андреев. То есть это те люди, которые рассказывали своим студентам о каких-то таких вот еще страшных впечатлениях. У Хейфица есть книжка воспоминаний, где вот эти вот детские впечатления, как чудом кто-то выжил, а кто-то, к сожалению, не смог вовремя эвакуироваться. Это все то, что студентам, конечно же, передалось. Поэтому я очень благодарен музею за то, что вы пошли на этот проект, за то, что пригласили и предложили нам в нем принять участие. И я думаю, что этот опыт для наших сегодняшних молодых студентов будет очень важным и профессиональным, как я уже сказал, человеческим. Спасибо большое. И я тогда могу только добавить, что когда мы решили совместными усилиями действительно идят навстречу друг к другу, когда мы решили озвучить этот проект, наша идея была не только в том, чтобы дать молодым студентам, актерам почувствовать этот материал, но и, конечно, в том, чтобы через молодые лица, через молодые переживания дать почувствовать трагедию этой войны как раз тем ребятам, которым сегодня нет еще 25 лет, которые, как вы правильно говорите, для них уже нет этой близкой дистанции по отношению к войне. Если бы мы общались с нашими дедушками и понимали, с чего состояла война, может быть, они не всегда нам рассказывали, но мы увидели эти медали, мы увидели эти воспоминания, вот у меня, например, прабабушка писала воспоминания, сегодняшнее поколение, оно же не имеет возможности прикоснуться к этому, и для нас было очень важно через разные медиа, в том числе, извините, Саша, сами актриса Александра Белоглазова, которая как раз озвучивала несколько писем, но вот извините, как бы актеры в данном случае они такие медиаторы, они медиумы, то есть ты можешь прочитать письмо сам, ты можешь посмотреть на его оцифрованную копию, а ты можешь послушать, собственно говоря, как оно звучит из уст человека, который берет на себя смелость в какой-то степени стать проводником этого текста, проводником этой трагедии. Вот, поэтому я хочу вас спросить, как вам этот опыт? Вы достаточно активно участие принимали и в продюсировании, собственно, записи, и в самих читках? Саша, я, я правильно понимаю, да? Саша, это вы? Да, вы знаете, опыт очень интересный, сейчас так получилось, что к 9 мая мы не можем выйти там на сцену, на площадку, поздравить с этим праздником людей, и мы как-то перенеслись в веб-пространство, я хочу сказать, что работая над письмами, это не проще, чем на видео читать стихотворение или петь военную песню, что является просто, это очень страшно сделать, потому что нужно делать настолько честно, и, не знаю, а с письмами как-то так по правде, так вот прям вот читаешь и чувствуешь, вот правильно сказали раньше, что ты чувствуешь судьбу человека, за каждыми строчками, за каждой буковкой это видно, и, не знаю, наверное, мы как актеры, я почему-то чувствую, я ощущаю этого человека, я не знаю, как я это делаю, но, в общем, я чувствую человека, который писал от этого дико больно, от этого дико страшно, и я сегодня перечитала все письма, которые нам присылали, и тоже я и плакала, а как мне плакать, я не знаю, возраст, да, мы того же возраста, что и те ребята, не знаю, очень страшно и очень больно, но, тем не менее, спасибо большое за эту возможность, потому что очень интересный материал, я лично раньше в таком объеме не сталкивалась военными письмами, у меня в семье их не осталось, вот, мне было очень интересно, и мне кажется, что полезно. Спасибо большое, Саша. Можно я вот добавлю, я вот сейчас смотрел на Александра Белоглазову, замечательно и прекрасно, и красиво, и талантливо, и незадолго до того, как мы ушли на карантин, они на своем курсе поставили, выпустили спектакль, это «Варшавская мелодия» по замечательной пьесе, удающейся только-только ушедшего от нас Леонида Генриховича Зорина, и там вот эта же правда, очень важная, правда лиц, да, вот мы иногда смотрим какие-то фильмы о войне и говорим, а вот лица не настоящие, да, вот, и здесь вот, мне кажется, через эти письма тоже вот к правде лиц, к правде эмоций можно прийти, вот для меня Ирина уже сказала о том, что она хочет прочитать письмо, я воспользуюсь тем, что можно что-то рассказать, вот у меня вот в моей истории, моей семьи, меня поразила сюжет, связанный уже с тем, как моя тетя, она вернулась, так получилось, пошла добровольцем, и очень скоро она была контужена и вернулась в Москву, и была первая комсомольская организация Северного Речного Порта, и вот, значит, она в шинели, никакой одежды женской, нормальной, красивой не было, она, значит, ходила по кораблям, и у нее из вот всей женской красоты у нее на голове был маленький синий беретик, и вдруг ветер сильный, это, значит, это Северный Речной Порт, Речной Вокзал, у нее ветром срывает этот беретик, и она за нее и падает между кораблями в воду, и вот это вот, понимаете, то, что они, ну, так получилось, что благодаря вот этой шинели она ее удержала на поверхности, ее достали, она не утонула, и вот это вот, понимаете, то, что вот все равно женщина даже на фронте, даже вот в этой шинели, она все равно хотела быть красивой, она хотела, чтобы вот этот беретик ее какую-то женскую красоту подчеркивал, и вот для меня это одно из таких очень сильных картинок войны, которая все равно в людях сохраняла, все равно в них вот это была невероятная жажда сохранять что-то, что делало их людьми, что сохраняла вот в женщинах, женское, в мужчинах, мужское, что было проще, в мужчинах, мужское, в женщинах, женское, войну намного сложнее было сохранить, и я от этого вернулся бы к тому, что вы правы в том, что не стали отменять эту выставку. Вот в таких ситуациях, конечно, все говорят, что нельзя сравнивать войну и нынешний карантин, и все равно мы понимаем и помним о том, что в воспоминаниях Лидии Яковлевой-Гинсбург, великого филолога, было немало сказано о том, что в блокаде Ленинграда выживали те, кто старались сохранить все мирные привычки, кто вставал и делал зарядку, и поэтому, если мы что-то планируем, то нужно стараться это делать, чтобы потом проще было возвращаться к мирной жизни. Спасибо большое, Григорий. На самом деле, я, ну, опять же, должна ответить, все-таки существует определенное волнение для музейщика, связанное с тем, что мы в достаточно быстрые сроки принимаем решения и переделываем проект с ног на голову. Вот. Хотя, вроде бы, понимаете, документальная сторона вопроса, она не меняется, это все те же письма, но для того, чтобы репрезентировать это не в пространстве некой, как бы, уже придуманной сценографической реальности, а я, ну, поделюсь секретом, что мы должны были открывать выставку спектакля, которую, собственно, режиссировал Филипп Виноградов и как бы сценографом был Алексей Трегубов. И у нас уже была очень четкая картинка того, как она будет работать, как студенты будут играть эти спектакли, как будет устроено общение с публикой, какое мультимедиа мы подключим, и, значит, вот как бы эта реальность схлопнулась и, соответственно, открылась совершенно другая реальность. Но мне кажется, что этот онлайн-формат, он дал нам, на самом деле, намного больше возможностей, потому что вот что мы сегодня имеем, мы сегодня имеем десятки писем, которые каждый может открыть и прочитать и обсудить со своим ребенком. И я знаю, на самом деле, что наша команда проектов, у которых есть достаточно взрослые дети, она так и делает, она как бы знакомится с вот этими материалами, с этими историями, уже которые сейчас есть в онлайне, и через это выстраивают беседу о тех ужасах и потрясениях, которые, кажется, такими далекими. И вот этот вот текст, его переживание фактически стирает между нами временные границы, как вы правильно сказали, мы видим таких же людей, как мы. Они, может быть, выражаются чуть-чуть по-другому, может быть, у них почерк другой, но они точно такие же влюбленные, зависимые, тонкие, ранимые, позитивные, как, собственно говоря, все люди, которые нас окружают. И я прежде чем передам слово Ирине Анатольевне, которая хочет, а значит, должна прочесть письмо, мне кажется, что это будет правильным завершением первой части нашего вечера. Я хотела бы еще сказать об одной опции, которая существует у нас в рамках этого проекта. Мы все сейчас сидим в своих квартирах, у многих есть архивы, и многие как бы разбирают и знакомятся с этими архивами, и было бы здорово, то есть, поскольку эта выставка как минимум продлится у нас в интернете до середины, до сентября, а то и до конца года, чтобы мы воспринимали это не как статичный продукт, а чтобы мы это воспринимали как процесс идущий, и чтобы вы, наши дорогие зрители, посетители музея Москвы онлайн тоже занимались сейчас архивированием, обработкой писем, фотографировали бы их и присылали бы тексты и фотографии писем и свои семейные архивы в оцифрованном виде, потому что мы можем с ними продолжать работать и можем расширять этот метод текст, посвященный военным писем. Вот, а, наверное, МК-студенты ГИТИСа смогут после данной сессии продолжить, собственно говоря, читать и записывать, и так действительно мы продлим эту линию памяти. Вот, сказала пламенную речь и передаю слово Ирине Анатольевне. Давайте послушаем письмо «Бессмертным полком». Еще хочу добавить, что мы уже срослись с нашими героями и на «Бессмертном полку» я просто знаю, каких наших героев мы поднимем помимо наших родных и близких. И если у кого-то будет такое желание пройти «Бессмертным полком», когда вот все это закончится, взяв Яхонтовых, тоже Любу, Люсю Бубовик или даже Зою Космодемьянскую. Ну, ребята, я думаю, что это будет отлично продолжением. Но сейчас я прочту просто письмо, самое последнее, а оно было единственным с войны моего деда Кочеткова Антона Ивановича, который прислал его за три дня до своей гибели. Но узнаем мы об этом только через 50 лет. Все эти 50 лет бабушка будет надеяться и ждать Марии Борисовны, будет сидеть и ждать, что вот-вот он придет, что с ним что-то случилось такое, вот почему он не может прийти, она придумывает все время истории. И вообще, мне кажется, что она до конца своих дней так вот и не поверила в то, что он погиб. Но письмо довольно небольшое, но вы просто поймете, почему вот этот проект я решила как бы проводить. И, милая моя, Маруся, здравствуй. спешу сообщить тебе, что жив и здоров, бью гадов, как умею. Не беспокойся. Как там Толик? Говорить начал? Какое первое слово сказал? Писем твоих я пока не получал, но надеюсь, что у вас все в порядке. Жизнь моя солдатская, воюем да с ним. Чего мне тут еще сказать нечего? Мне тут сон приснился, Маша, что я прихожу домой, а там моя внучка сидит. Она читает мое письмо и плачет. Я подошел посмотреть на нее. Маша, у нее такие же длинные русые волосы, как у тебя. И глаза, а вот глаза мои орехового цвета. Я хотел поближе разглядеть и проснулся. Рассказал ребятам, они ржут. Ну, говорит, ты даешь. Самому едва 30 исполнился, а уже дед. В тех пор и прозвали меня в полку дедом. Но если внуки снятся, говорят, ну, значит, победим, так и так. Маш, ты не волнуйся, Москву мы отбили от объема Ленинграда. Обязательно встретимся. Толик обереги, себя жалей. Нам еще с тобой внуков поднимать. Жди, и я обязательно приду. И дальше маленьким почерком он подписывает. И передавай привет внукам. Вот как передавал привет нам. И увидел, что я читаю письмо во сне. Ну, что тут сказать. Мимо этого проекта я пройти уже не могла. спасибо большое, Ирина Анатольевна. Я даже думаю, что не надо, как бы, любые слова после этого будут лишними. Я думаю, что нам нужно просто поблагодарить еще раз тех людей, без которых этот проект никогда бы не состоялся, а именно это наш партнер и сорганизатор Российской академии театрального искусства ГИТИС. И еще раз спасибо Григорию, спасибо большое Александру и всей команде актеров, которые делали этот проект. Огромное спасибо главному архивному управлению города Москвы, которое нас поддерживает, помогает и постоянно снабжает материалами, без этого вообще ничего бы не было. Я благодарю команду Музея Москвы и это огромный тоже список имен, они у нас все упомянуты на сайте проекта, но особенно спасибо Ирина Анатольевна вам и вашей команде отдела История Москвы, которая совершенно мужественно и терпеливо занималась как раз цифровкой, расшифровкой этих писем и вы поймете, что вот этот вот почерк, он зачастую нечитаемый, его нужно как бы действительно понимать, вникать и чувствовать, что какая история, какая жизнь находится в этом пожелтевшем угоднике. Я на самом деле все равно надеюсь на то, что у этого проекта будет очень долгая жизнь, я очень надеюсь на то, что наши друзья, друзья Музея Москвы, они действительно примут активное участие и в тот момент, когда закончится карантин, мы будем готовы собственно выйти в оффлайн и сделать эту выставку, как это задумывалось. Я думаю, что мы будем знать еще больше текстов, историй и живых персонажей, и я призываю действительно знакомить всех, всех людей с этим материалом. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Надо выдохнуть и перейти ко второй выставке, которую мы сегодня открываем. С одной стороны, эта выставка получается совсем другая, отличающаяся от, собственно говоря, такой личностной, трогательной выставки про письма, но в то же время у выставки Бориса Ольга Игнатович «Два лица войны» тоже у нее, в ней присутствует личностный взгляд и как бы за ней стоит достаточно большая история, связанная с историей фотографии и историей человеческой. И я, соответственно, передаю, представляю кураторов проекта, Ирину Чмуреву и Владимира Самарина. Владимир Самарин сотрудник Музея Москвы, Ирина Чмурева приглашенный куратор, с которым Музей Москвы давно сотрудничает и продуктивно. И я хотела бы задать вам вопрос, собственно, тоже из чего состоит эта выставка, с чего она началась, почему к нынешнему юбилею мы выводим еще раз поднимаем интерес к именам достаточно известного Бориса Игнатовича и его сестры Ольги. Я обращаюсь первую к Ирине. Добрый вечер. Спасибо большое за возможность открывать выставку, пусть даже в онлайн-формате, и выставка у нас сейчас пока онлайн. Но это выставка, которая началась благодаря работе сотрудников Музея Москвы. Это Ольга Бадзан и Владимир Самарин. Начав работать с архивом, который хранился в Музее Москвы, они постепенно пригласили меня в качестве историка фотографии и суховеда, пишущего об истории российской фотографии, для того, чтобы сделать эту выставку масштабнее и не побоюсь того, концептуальнее, чем можно было бы просто сканируя и архивируя заново то, что два десятилетия было в отделе хранения. Я поэтому хотела бы, чтобы Владимир рассказал вот самое начало всей этой истории и те открытия, которые делались в процессе нашей работы. Здравствуйте, спасибо за приглашение, я себя не слышу, надеюсь, что у меня хорошо слышно. И хорошо. Началось все, ну, мы про это уже рассказывали, с того, что по мере оцифровки фондов нашего музея дошла очередь до коллекции оригинальных негативов Бориса Ольги Агнатовича, которые у нас хранятся. И там нам попался один негатив из очень известной серии «Освобождение концлагеря Освенса». Обычно эти фотографии приписывались всегда Борису Всеволодовичу и Агнатовичу, но мы просто задумались над тем, что это маловероятно, освобождение Освенса, это конец января 45-го года, а в это время Борис, он работает со студии Грекова, он находится в Москве и, честно говоря, вряд ли он полетел в Польшу, потому что Освенцам это Польша. А вот сестра его Ольга была фотокорреспондентом газеты Первого Украинского фронта за честь Родины, и поскольку Освенцам освобождался именно Первый Украинский фронт в основном, вполне логично было бы предположить, что как раз своего подручного корреспондента и отправили фиксировать происходящее в зоне действия войск фронта. Мы много времени потратили, потому что только поездка в Центральный Архив Министерство обороны это трехдневная командировка, можно сказать, но в подшивке этой самой газеты за 28 февраля 45-го года мы нашли и большую статью про Освенцам и первую публикацию этой фотографии, которая была подписана о Игнатовиче, что, в общем-то, и сняло вопросы. Потом мы обнаружили, что в наградном листе на Ольге Красной Звезды именно фотосъемка Ольгой в концлаге Освенцам стала одним из оснований для награждений. А дальше, ну, как говорится, слово за слово, потому что негативов у нас в музее в общей сложности только Бориса, наверное, больше 400, и он получил 300 Ольге, и по кадрам, по кадрам пошла работа по уточнению атрибуции, по уточнению или выяснению, долго это продолжалось, но результат, я надеюсь, результат зрителям понравится и его оценят. Спасибо большое. А вот все-таки в ходе анализа какие вы видите отличия в творческом подходе в художественном языке Ольги и Бориса? Наверное, начнем с Ирины все-таки опять. Все дело в том, что, с одной стороны, Ольга Всеволодовна Игнатович учениц своего старшего брата. Когда семья после гражданской войны собирается в Москве, то оказывается, что Борис Всеволодович до того пишущий журналист уже перешел к занятию фотографией, и в первый момент буквально все его младшие четыре сестры занимаются фотографией. Но к началу 30-х годов фотографии фактически остаются Ольга и Елизавета Игнатович. И с этого момента уже можно говорить о том, что у каждого из фотографов в семье Игнатович постепенно становятся очевидны их приоритеты сюжетов съемки, их интересов. И при этом все они в 30-е годы сотрудники одного назовем его профсоюза фотографов, который назывался бригадой Игнатович. И удивительно то, что это не только одна семья. К концу 30-х годов в бригаду Игнатович входило в разные периоды до 40 авторов. И некоторых из них мы знаем как самостоятельных очень ярких авторов советской фотографии 30-х годов. И параллельно с этим не только как бригада Игнатович каждый из этих авторов работал еще и в каком-то из издания. Итак, Ольга всеудовно работала в Комсомольской праве, работала в вечерней Москве. И когда начинается Вторая мировая война, еще в конце 30-х годов, и Борис, и Ольга, они работают в Москве. в основном даже мы не видим большого числа командировок. Это съемка нервной жизни и в общем-то работы с теми композиционными решениями, которые выработались за последние 10 лет. А вот с началом Великой Отечественной войны, когда обоим оказывается путь на фронт, тут постепенно и становятся очевидным их различиями. Потому что к середине 43-го года Борис Сеодович практически полностью возвращается на работу в Москву. И хотя он был в 30-е годы одним из замедленных портретистов, его основная работа в 44-м и 45-м годах это работа фотографа портретиста, создающего официальную галерею героев войны. И он был одним из первых, кто стал работать с цветной фотографией. И конечно для меня увидеть в музее Москвы оригинальные негативы цветные 40-х годов это было огромной удачей, потому что это позволяет как специалисту понять, а как шла эта работа, понять, сколько потом автор собирался кадрировать и так далее. И вот мы для выставки приняли решение, что будем показывать негативы целиком. Потому что каждый раз автор снимая оставляет немножечко больше места вокруг изображения для того, чтобы иметь возможность редактировать, уточнять композицию для показа. Здесь же мы показываем, как это выглядит в истории, потому что далеко не все из этих изображений у нас есть в отпечатках. В принципе, в истории фотографии, не говоря уже работе мастерства. И как раз к 43-му году Ольга Всевудовна, как военный тут респондент, постоянно работающий на фронте, постепенно, естественным образом вырабатывает свой уже далекий от стиля 30-х годов стиль. И ее работы второй половины Великой Отечественной войны, они, не побоюсь этого сказать, не похожи ни на кого другого. Потому что она снимает не только сами события, но она очень часто снимает нечто, о чем она, как автор, знает гораздо больше, чем то, что может нам в этот момент показать. Например, почти мирный пейзаж. Мы его включили в раздел выставки, который называется Ужас войны. И в этом мирном пейзаже идут люди с коровы. и Ольга Игнатович, которая входит вместе с этими людьми в город Владимир Волынск, она-то знает, какими были кровопролитными бои за этот город. И уже знает, снимая до этого на других направлениях фронта, что бывало за время немецко-фашистской оккупации в этих маленьких городках. И для нее в этой фотографии очень важно свидетельствовать не только о том, что в этот момент перед ее камерой происходит, но и запечатлеть вот эту пустоту покинутого места, куда постепенно возвращается мирная жизнь. И так буквально за каждым ее снимком, если мы начинаем разбираться, что она снимала, что это за места, что это за даты, оказываются абсолютно трагические истории. А в первый момент, когда мы их рассматриваем, ощущение пустоты и какого-то закадрового ужаса. Такого, как если бы мы смотрели фильм Хичкоп, не всегда что-то происходит перед камерой, но мы ощущаем, что это не просто так снято. И мы ожидаем, что сейчас развернута двери ада, и мы наконец узнаем всю страшную правду. И вот в этих фотографиях Ольги Ивнатович как раз это ощущение того, что за пределами изображения оно очень четко ощутимо. Это далеко не у всех авторов так. Очень многие буквально не стали бы отбирать такого рода изображения. Они бы не прошли их авторскую редакцию. А у Ольги все удобно это остается. И очень интересно то, что она как автор эти негативы до конца своих дней хранила. Не претендуя на то, чтобы стать известным военным фото-журналистом уже в послевоенной иконографии войны. ее знали по фотографии 30-х годов. А она все-таки это сохранила. И после ее кончины эти негативы попали в музей. И вот за этими пустотами в кадре, когда мы начинаем разбираться, открывается ее мышление художника, который и в пустоте ощущает биение сюжета. и не побоюсь этого сказать, она очень современный автор. Может быть, даже современнее многих фотографов, работавших с авангардистскими красивыми построенными композициями. У нее мастерство передачи эмоций даже в таких на первый взгляд неговорящих сюжетах. Спасибо большое, Владимир. А если вам что-то добавить? Да, есть, потому что наряду, скажем так, как вот Ирина подробно и хорошо описала художественные составляющие, в этих фотографиях, на мой взгляд, очень сильна и просто познавательная война от нас сейчас отстоит фактически на три, уже даже четыре, наверное, поколения. И ее фотографии, фотографии живого свидетеля позволяют нам увидеть, как там люди жили, на чем воевали, какая была техника. То есть из кино и там документальных фильмов, хроники мы обычно видим, что там 34-ки, известные танки, люди с винтовками, автоматами, а здесь мы видим то, что обычно не показывается. То есть все знают, что Т-34 это самый популярный и лучший танк времен войны, а второй какой, советский, а это уже знает крайне мало кто, а на фотографиях Ольги Игнатович мы видим этот легкий танк Т-70, небольшая двухместная машина, которая была очень популярна, прошла с Курской битвой практически до Берлина, или самоходная установка Су-76, легкая, которую на фронте звали Коломбиной, самое популярное и массовое самоходное орудие, но сравнительно малопопулярное, которого нету, по-моему, даже на Мосфильме, чтобы в кино снимать с Вермианом про войну, а на фотографиях мы видим, как это было. Среди фотографий отдельную занимают фотографии, снятые в Майданоке, куда она вошла с нашими войсками при освобождении в самом начале, это конец июля 1944 года. Майданок был фактически первой большой фабрикой смерти нацистской, куда вошли вообще войска союзников. Из американских и британских документов известно, что они поначалу даже не поверили нашим сообщениям о том, что творилось в Майданоке, сочли это, скажем так, большевистской пропагандой. Чего им верить-то? И только потом, когда их собственные войска уже в 1945 году сами стали входить гитлеровские концлагеря, они поняли, что им рассказывали правду и стали включать советскую кинохронику в свои фильмы о войне. Понятно, что это был шок. Шок для всех, кто туда входил и для тех, кто должен был это все снимать для себя и для будущих поколений, потому что я взрослый человек, я служил в армии, у меня, честно скажу, от некоторых фотографий из Майдана буквально шевелились волосы. А что ощущали живые свидетели этого всего, я даже не могу сейчас предположить. А с Венцем потом, тут уже видно, что у Ольги был определенный опыт, что ли, скажем так. Для нее не было удивительным то, шокирующее, что там происходило, она уже снимала спокойно. Здесь, кстати, очень интересный момент, я не знаю, смотрит ли на нас уважаемая Наталья Ивановна Конева, дочь маршала Конева, который командовал термоукраинским фронтом, но она рассказывала очень интересный момент, еще маленькой девочкой, она спросила у отца, ну, что там было в Освенцине, и он ей ответил, и я никуда не поехал. Она спросила, как, почему? Он сказал, я командовал фронтом, мне нельзя было ожесточаться, от этого зависит жизнь солдат. Вот такое вот интересное наблюдение, вот по-моему удалось добавить. Да, спасибо большое, я хотела отметить на самом деле, что у нас в публикации представлена третья часть состава будущей выставки, мы очень надеемся, что у нас будет возможность воплотить все замыслы Ирины и Владимира Самарина и Ольги Бездан из ДО, которая, к сожалению, сегодня не смогла к нам присоединиться в пространстве провианских складов, где сейчас располагается главное здание Музея Москвы. Но при этом, конечно же, вот ваша отмеченная такая острота взгляда Ольги и, может быть, даже ее как бы бесстрашие в документировании ужасов войны, оно действительно бросается в глаза и более того, вот для, собственно, выставки мы отбирали самые, я бы сказала, мягкие кадры. Вот. Что на самом деле достаточно удивительно, потому что вообще вот фигура женщины-репортера, ну, мы знаем на примере как бы западных легендарных женщин-репортеров, таких всемирно известных, таких как Ли Миллер, это действительно всегда такая притягательная культурная фигура, культурный персонаж. И у меня на самом деле все равно остается открытым вопрос, может быть, вы попробуете сейчас на него ответить, почему имя Ольги Игнатович нам сегодня приходится переоткрывать, что, собственно, сложилось не так, что ее работы долгое время как бы публиковались просто под инициалами. Тем более, что я сделаю еще отступление, что это не единичный случай, когда музей Москвы занимается вот такой археологией забытых имен, причем почему-то именно забытых женских имен, в частности, если вы помните, у нас на выставке ткани Москвы кураторская группа открывала имена женщин-художниц по текстилю, от которых оставались только инициалы. И в этом контексте удивительно, что мы знаем, на самом деле, что это не просто Игнатович, а это Ольга Всеволодовна Игнатович, и в этом уже кажется большая удача. Так почему такая плохая судьба? Что пошло не так? Может быть, Ирина попробует ответить? Ну, на самом деле, история касается участия вообще женщин в истории русской фотографии, с одной стороны, а с другой стороны, это история женщин-участниц Великой Отечественной войны, потому что после войны мы вообще не найдем никакой статистики о женском участии в вооруженных действиях во время Великой Отечественной. Потом постепенно уже в 60-е годы, когда и праздник, День Победы приобретает другое значение и появляется дистанция, которая как ни странно приводит к осознанию большего значения вклада и тыла и буквально всех слоев общества в победу, а не только вооруженных сил, постепенно приходит к тому, что женщины были и на самом деле в войсках по разным данным до 1 миллиона женщин служило в рабочей крестьянской Красной Армии. Но в истории фотографии военной мы, как правило, говорим только о пяти женщинах-фоторепортерах в годы Великой Отечественной войны. Это Наталья Баде, это Ольга Ивнатович, это Галина Санько, это Елизавета Сергеевна Микулина. И вот тоже парадокс. Благодаря публикациям Министерства обороны, публикациям документов периода Великой Отечественной войны, мы смогли наконец узнать год рождения Елизаветы Сергеевны Микулиной и ее отчество. Потому что до того фамилия первый инициал. И пятое имя в этой истории это Ольга Ландер. И так получилось, что несколько женщин после войны продолжали свою карьеру как фото-журналист. Ольга все вновь Ивнатович постепенно уходит на работу фото-редактора и уходит на подбор иллюстраций для прекрасного издательства советских художников. И как ни странно, эта судьба в чем-то типичная для тех женщин, кто войну прошел. Многие из них стыдились носить свои боевые награды. Потому что в советском обществе к женщинам на войне было очень неоднозначные отношения. И готовы были поверить в истории и обманов, и перебежки на другую сторону фронта, но не в героизм и не в подвиг. И точно так же только самые близкие, те, кто действительно служил бок о бок со многими женщинами понимали и цену их работы, и понимали их профессионализм. В целом в советском обществе при громком декларировании равенства полу отношение к женщине на войне было, тем не менее, нечижительным. И это было и в отношении написания истории военных фотографий, к сожалению, тоже и даже в выставках, в которые включались фотографии из Освенцева, хотя, как правило, только одна самая нестрашная и исполненная радостью в воротах лагеря стоят освобожденные узники, даже на ней никто не делал акцент, что это женская работа и женский взгляд на войне. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Он на самом деле делает еще важнее собственно ту работу, которую вы, Ирина, вместе с коллегами Владимиром и Ольгой провели по подготовке этой выставки и по атрибуции фонда, теперь мы уже понимаем Бориса и Ольги Игнатович. Я хотела спросить Владимира, Владимир, завершена ли работа над этим фондом или мы еще ожидаем новых сюрпризов, возможно, там, например, к 80-летию победы? Фонды музея, как я понимаю, настолько велики, что вполне возможно, что, как говорится, в закромах еще немало с призов обнаружится. Но что касается того материала, с которым мы работали для этой выставки именно сейчас, там еще есть пространство для находок, есть фотографии, где не до конца установлен сюжет, изображенные лица. Одна из фотографий, я, к сожалению, не помню, она отобрана для большой выставки, но не помню, есть ли она онлайн. На фоне трофейной зенитной самоходки изображены очень колоритный взрослый подполковник, обнимающий, ну, на вид сейчас, по-моему, ему 12-14 лет, не больше. Жизнерадостный там мальчик в военной форме с автоматом. Какая там история, сын ли это полка, или там какая-нибудь другая история, мы пока этого не знаем, и продолжаем работу по выяснению этого. а это тоже интересное дополнение, к сожалению, о том оружии, которое стоит на заднем плане, мы знаем больше, чем пока об изображенных людях. То есть, мы продолжаем работу, разумеется, мы не останавливаемся в своих усилиях, это процесс, к сожалению, узнавать в точности, что было 75 лет назад и больше, это довольно трудно сегодня. Но сейчас вся надежда на так называемую, как говорится, бигдату, потому что очень много документов стали доступны после открытия архивов. Огромный кладезь информации это ресурс, который для по поручению к Центральному архиву Министерства обороны память народа, в котором публикуется огромный массив не только наградных листов, но и военных документов, приказов самого разного уровня фронтового, армейского, дивизионного. И вся эта информация помогает нам уточнять. Так, одна из фотографий Ольги Игнатович, снятая на советском воинском кладбище, на центральном кладбище Вены после войны. На них читались фамилии на могильных камнях похороненных. И было обнаружено, что в документах крались опечатки, скажем так, и описки. Когда полковой писарь в те времена записывал имена, он своими вензелями затруднил прочтение теми, кто расшифровывает сейчас эти документы. А благодаря тому, что огромный массив документов сейчас доступен, и для этого не надо ехать в Подольск в этот архив Министерства обороны, мы можем сравнить совершенно разные документы и установить истину, буквально не вставая со стула перед компьютером. Да, но одновременно я бы хотела сказать, что, конечно, это важно, ваш собственно историографический подход, и то, что посетители онлайн-выставки найдут, это очень обширный комментарий, который рассказывает не только про художественный язык, но, собственно говоря, про военные действия, про историю войны, и в этом, мне кажется, тоже большая степень уникальности этой выставки. Я хотела бы поблагодарить на самом деле вашу широкую сеть коллег, Владимир Владимирович, которые вам помогают собственно атрибутировать места и как бы атрибутировать сюжеты внутри этих фотографий. Разумеется, без помощи друзей, специалистов, экспертов сами по себе мы не добились бы такого результата, но спасибо знающим и добрым людям, которые помогли нам. В общем, еще раз обращаясь к нашей аудитории, мы сегодня говорим про превью, онлайн-превью большой выставки, но одновременно на самом деле это как бы полноценный онлайн-проект, это такой лонгрид, рассказывающий параллельную историю пребывания на войне Бориса Игнатовича и Ольги Игнатович, собственно, во всех разделах выставки, а их пять, вы сможете найти работы и того, и другого, и можете сами, собственно, сравнить тот язык художественный, которым пользуются два фотографа, и вот как недавно мы обеседовали с редактором радиокультуры Ксенией Ломшиной, я вот хочу процитировать, она как бы сказала, что в наших выставках выбраны те самые медиумы, которые наиболее понятны молодому поколению, то есть с одной стороны как бы живое свидетельство текста писем о войне, а с другой стороны фотография, которая передает вполне себе как бы реалистически, что происходило в ходе военных действий. Я думаю, что мы можем завершать наше своеобразное онлайн-открытие. Если в рамках обычного онлайн-открытия мы перевязаем ленточки или поднимаем бокал шампанского, потом все идем смотреть выставку, то, собственно говоря, в рамках онлайн-открытия я, собственно, могу вам показать главные страницы проекта, включить в качестве перерезания ленточки демонстрацию экрана. Я прошу прощения, можно добавить напоследок? Да, Владимир. Я все больше говорил, так получается, про фотографии Ульги, но хочу обратить внимание, что даже на парадных портретах Бориса Инатовича мы можем увидеть характернейшие черты, наверное, того времени, которым всякое было, потому что, например, в нашей онлайн-выставке есть фотография очень интересного персонажа, маршала войск связи Ивана Трофимович Пересыпкина. В 1939 году он стал наркомом связи Советского Союза, это по-нышему министром. Было ему в это время 35 лет, а маршалом войск связи он стал в 1944 году, когда ему было 39. Сейчас это кажется маловероятным, но это тоже одна из характерных черт того сложного и великого времени. Я еще от себя хочу добавить важность того, что Музей Москвы хранит оригинальные негативы фотографов, потому что даже в центральных государственных архивах, где у нас есть негативы в хранении, очень часто мы имеем дело уже с более поздними репродукционными негативами. что не позволяет историкам фотографии и нынешних, и будущих поколений изучать так пристально и творческую манеру фотографов и иметь возможность получить как историки сейчас Владимир и я получали информацию, увеличивая сканы негативов настолько, насколько позволяют современные технические средства. Все, что касалось репродукции, конечно же, эту информацию уже потеряла. А тут музей оказывается хранителем тех артефактов, у которых еще огромный потенциал для работы исследователей будущего. Спасибо большое, Ирина. Мне кажется, это тоже важно подчеркнуть, что на самом деле фотографический фонд музея, он действительно безмерен, и наш фотоотдел обладает совершенно уникальными предметами. Я надеюсь, что по мере расшифровки мы будем постепенно раскрывать все больше и больше наши фонды для широкой интересующейся публики. Мы находимся внутри этого большого длинного лонгрида, и как раз мы можем увидеть портреты официальные Бориса Игнатовича, и вот моя любимая карточка, это маршал Советского Союза Жуков, ну и Семен Михайлович Буденный, ну и это только первый раздел выставки Герои Победы, которые, собственно говоря, дальше мы можем увидеть работы Ольги Игнатович. Я думаю, что на этой демонстрации стоит закончить наше сегодняшнее онлайн открытие и выйти на эти выставки вы можете с главной страницы музея, вы нажимаете музей онлайн и через страницу музея онлайн вы переходите ко всем онлайн продуктом музея Москвы. Также зарегистрированным на это мероприятие мы сейчас вышли ссылки прямые на, собственно, две онлайн выставки. Еще раз напомню, они называются «Письмо 75 слов о войне» и Борис и Ольга Игнатович «Два лица войны». Поздравляю всех с наступающим праздником, каким бы он грустным для каждой семьи нашей страны не был, и мне кажется, что это как раз прекрасный повод лучше узнать об истории войны, тех артефактах, которые остались и тех художественных произведениях, которые были сделаны на войне. Спасибо, Ирина, спасибо, Владимир, хорошего вечера и ждем вас всех на онлайн мероприятиях Музея Москвы. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok